Значит, у нас сегодня большой праздник. Ой, ты перестаньте кидать. А почему нет? Надо под съемку. Нет, я сейчас скажу, что у нас большой праздник, и скажу почему. Потому что этот таинственный человек, Александр Гавронский. А я думала про меня, то есть. Ну что так? Повторяю! Таинственный человек, Александр Гавронский. Может быть, один из самых таинственных в биографии Пастернака. Потому что он прошел через ряд пастернаковских текстов. И мы про него ничего не знали. Особенно, если бы не Татьяна Сергеевна. Ну сейчас посмотрим. Которая прошла, проехала, нашла все мельчайшие подробности из того, что можно было. И сейчас мы знаем, что если мы чего-то не знаем, это значит, Татьяна Сергеевна что-то такое где-то не побывала. Но Татьяна Сергеевна побывала везде. Потому что когда дело дошло до упоминания Гавронского в университетах в Швейцарии, я только очень говорю, чтобы понятно было вот эту интенсивность, тщательность и, я бы сказала, беспрецедентность этих поисков, находок и всего остального. Поэтому, Татьяна Сергеевна, просим. Вышла книга, в которую вошли эти исследования. А вошло самое главное. Ощущение этой судьбы и понимания. Так что, Татьяна Сергеевна, мы просим. Хорошо, даже вот смущайте меня. Все, давайте я дочью расскажу про Гавронского. Ну, во-первых, я действительно начала им заниматься, потому что первый раз я услышала, да и многие читатели услышали от Тамары Питкевича книжка «Жизнь Сапожок Непарной». Многим известная. Она там говорит, мой первый, мой главный учитель. Все мы подправленные им рисунки. И когда она это говорит, она имеет в виду и себя, и Хэлла Фишер, и Тамару Цулухидзе, и многих-многих-многих, только сам даже образ подправленных рисунками. Действительно, это кромешный ад лагеря, и люди уже на грани несуществования. И вот какое-то чудо делал Гавронский, возвращая этих людей к себе самим, к их жизни. Хотя человек, он совершенно не святой, и вот был, по крайней мере, даже достаточно греховный человек. А вот как-то вот вдруг стал каким-то спасителем настоящим. Ну, значит, Александр Гавронский. Здесь я действительно потому, что глава в этой книжке, так и называется, Гавронский и Борис Пастернак. И он имел какое-то очень серьезное влияние, сначала яркое, блестящее, а потом тяжелое, на самого Пастернака, об этом чуть дальше. Сначала о самом Гавронском. Дело в том, что о нем действительно очень... То есть о нем ничего не написано. Правда, там в Фейсбуке есть всякие... Ну, кроме книжки Петкевича, в Фейсбуке сейчас есть всякие материалы, но они не соответствуют действительности. А вот о его родственниках, братьях, сестре, кузинах, кузенах очень много. Потому что они сыграли свою, да, прежде всего, о его деде очень много, свою роль в истории России. А дед Гавронского, Вольф Высоцкий. Вот, наверное, сегодня все еще помнят, а в Израиле просто знают, что такое чай Высоцкого. Так что это монополист. Когда-то он был вообще мальчиком, который там из маленького еврейского местечка прибыл в Москву и там, не знаю, разносил чай у Боткина. А потом вообще стал монополистом и поставщиком двора. И, в общем, миллионер Высоцкий. Вот это уже одно возможно. Так что сам Александр Гавронский, а отец его, значит, мать Гавронского, дочка Высоцкого, отец его очень известный талмудист, вообще ученый, и вообще держатель, ну, может быть, самой серьезной, богатой еврейской библиотеки, библиотеки старых книг. Вот, ну и... А где? В Москве. Вот. И Гавронский, насколько он так, я поняла, он жил в доме, детство его прошло в доме, ну, который всем известен, вообще всем известен в Москве. В общем, тогда это один из самых богатых домов, они арендовали, семья Гавронского арендовала квартиру в доме страхового общества России. А все мы понимаем, что это такое, это Лубянка. И вообще так странно все сходится, потому что в детстве он жил вот в этом самом доме, в одной из богатейших, квартир в центре Москвы, вот так. А все родственники тоже поблизости, здесь в районе Месеницких, Лубянки и так далее, все они тут жили. Ну, а потом у деда будет дом на Огородная Слобода, на Чудовская шесть, а потом этот дом останется в наследство одному из его сыновей, и вот этот дом, который связан будет с Пастернаком, ну, чуть-чуть дальше. А пока я хочу сказать, что вообще веселая была семейка, потому что все братья, и вот и сестра, и родные, и двоюродные, вообще так как бы хорошо потрясли Россию. Вообще они все были эсэрами, причем такими эсэрами, тут можно роман про каждого из них писать. Ну, они много, он был самый младший, Александр Гавронский, и как-то его участие в этих самых эсэровских, бомбистских всяких действиях как-то вот не обнаружилось. Хотя, опять же, в Википедии пишут, что и в Википедии, вот есть книжка про Чаев Исоцкого, там почему-то рассказывается о том, что он тоже был бомбист, что родители там, не знаю, переживали. Очень сомневаюсь, он не был. Вот как-то так оказался в стороне. А один из его братьев, я уже даже не буду про каждого, потому что еще раз говорю, роман можно про каждого писать. Один из братьев вообще под видом извозчика там следил за дачей министра Дурново в Царском селе. Там пытался, его взяли тогда, когда он готовил покушение на Николая Второго. Другой его брат позже вместе с Савенковым готовил какой-то жуткий снаряд, который собирался использовать для террористического какого-то жуткого взрыва, там, не знаю, верхушек власти российской. Ну, а там, Третьего брата, его, ну, тут можно говорить и говорить. А потом, уже когда произошла революция, трое его братьев были делегатами учредительного собрания. А потом один из его двоюродных братьев Абрам Гоц, вообще он был таким, ну, они все участвовали, почти все в революции пятого года. Там организовали боевиков в Москве, ну, много было всяких событий. И, кстати, родной брат Дмитрий возвращался из Европы в Россию в запломбированном вагоне. Правда, во втором поезде первым ехал вождь мирового пролетариата, а во втором Дмитрий Ковронский. Так что это такая история, они прямо, так, маховики, в общем-то, такой, ну, раскачивали революционную страну. И вот я посмотрела документы в Гарфе, в Москве, и в департаменте полиции. Значит, там есть толстые тетради, слежки за каждым из братьев Гоцарского. И там точно написано, вышел там оттуда, сел на извозчиков, доехал на почту, купил там марки. Вот такие мелочи. И потом высчитывают эти филера, сколько им за это платить надо. Причем так следят, так наблюдают, что даже непонятно. Здравствуйте. Что вообще непонятно, как проглядели революцию. Так вообще внимательно наблюдали. Вот, например, старший двоюродный брат, Михаил Мойши Ковронский, Брисовский, нет, Гоц, двоюродный брат со стороны импоментов, он вообще, может быть, почти основатель эсеровской партии. И вообще, ну, такой апологет террора, эсеровского террора. Он, правда, Александр Гавронский его в глаза не видел. Он оказался на каторге, когда тот родился намного-намного лет старше. Ну, и вот, например, его сестра совершенно очаровательная. Вот у людей, ну, автора, который один из авторов, который пишет, имеющий отношение тоже к эсерам, пишет мемуары, писал мемуары. Он говорит, как же так за милой спальней этой очаровательной Амалии Гавронской. Вот там собирались бомбисты. И действительно, Амалия Гавронская, ну, а потом, знаете, она попадает в тюрьму, в Петропавловку, потом еще в другую тюрьму. И, во-первых, родители, а это есть в нашем большом российском историческом архиве, у нас в Петербурге, родители собирают свидетельства медицинских светил. Из Швейцарии, из Германии, из Москвы, которые говорят, что вредно неодиночное заключение. Ну, в общем, вот она обустраивает, мама Гавронского обустраивает своей дочке, там, жизнь. Ну, в общем, я к тому, что как много из этого могло бы вырасти истории. А Амалия Гавронская выходит потом замуж за Ильгу Фондаминского. Может быть, это имя кому-то известно, по крайней мере, тем, кто занимается, ну, вот, историей жертвенного христианства, потому что бомбист тоже, и сэр Илья Фондаминский. Во-первых, и Амалия Фондаминская, и Илья Фондаминский. Потом на Западе это центр, ну, такой культурной, российской культуры. Там они знакомы с Мариной Цветаевой, они вхожи в дом, естественно, там, Гипис, ну, и так далее. Ну, так вот, Илья Фондаминский потом, оказывается, во время сопротивления, уже во время войны принимает христианство и жертвенно погибает. Хотя имеет возможность, от того, что он христианин, имеет возможность спастись, но своими покрови близкими людьми не может их предать, и погибает в фашистском концлагере. Это я просто еще раз к тому, что как много про все можно говорить, а в общем сосредотачиваемся на одном человеке, и самым младшим в этой огромной, разветвленной, сложной семье, вот Александре Гавровскому. И так, про детство его очень... Он родился в каком... Он родился в 1889 году. Причем точная дата только на отгробе в Кишиневе, на Магладбище, где он умер. Потому что в документах никаких метрик не сохранился. Я пыталась в синагогу обратиться в Москве. Этого здания синагоги нет, документы пропали. Вот только... Ну, это его жена уже, в общем, это дата, она выбита на камни там в Кишиневе. Ну и про его детство очень... Ну, знаем, что вот в этом доме жил. Он знаем какие-то... Рассказывает о своих первых театральных впечатлениях в детстве, в отрочестве. Там Алла Тарасова, первая его... Какая-то странная такая любовь. Ну, и так далее. И единственное, что мы улавливаем, когда читаем уже протоколы его допросов, он говорит, нет, нет, это вы меня путаете с братьями. Я не был эсером. Ах, да, вспоминает. Я когда-то отвозил по просьбе братьев, там, не знаю, какие-то прокламации в Малаховку. Вот вроде бы все. Хотя, с другой стороны, теперь мы знаем, что еще до ареста он вообще, будучи таким, ну, сейчас даже почувствуем таким, ну, мистификатором, любящим играть в собственную жизнь и в самые разные образы, возможно, этой жизни, рассказывал, ну, своему окружению, что да-да, так как бы так загадочно несколько. Да-да-да, он был связан с эссерами. Да, он там, ну, понимаете, да, он, а уже потом, в советское время, он играл в шахматы с Троцким, да, там, ну, и так далее. И вот, может быть, это его разговорчивость, может быть, это... А может быть, это в этом за что-то и было, но никаких документов, подтверждающих его непосредственно революционный такой опыт, в общем-то, не на что. Думаю, что и нет. Ну, а дальше, значит, если еще поговорить о том, что было до революции, тем более, что нужно поговорить о Пастернаке. Значит, он заканчивает гимназию, и, кстати, заканчивает, или бросает, или выгнали за него с первой миссии, не знаю. Он говорит, что выйдя из гимназии, он там где-то в письмах рассказывает, уезжает за границу. Он уверяет, что он уезжает в Маркбург, и мы так догадываемся, что, может быть, там вместе с Пастернаком. Но архивисты Маркбурга говорят, что нет имени Гавронского, Александра Гавронского, ни в каких документах не сохранилось. Другое дело, имя Дмитрия Гавронского. И, кстати, о нем Пастернак в письмах отцу очень уважительно пишет, о том, что он любимый ученик, кое-что... Ну, и как бы иронично очень пишет его младшим брате. Это по поводу Маркбурга. Но, тем не менее, Гавронский так успевает где-то рассказать, что он учился в Маркбурге, учился в Женеве, учился математике, учился филологии, играл в каких-то театрах. Ну, действительно, в Женеве учился. Но учил, скорее всего, вольнослушателям, хотя сохранились там какие-то ведомости. Но, тем не менее, вы знаете, вот просто в Маркбурге не учился. И мы полагаем, что это все, ну, что это миф. А вот, сейчас, нет, здесь. А вот в Аргали, рукой... Есть такой листочек, сохранился. Вот, рукой Пастернака записан адрес Гавронского Маркбурга. Так что, был в Маркбурге. То есть, там много-много всего такого загадочного, странного. Был, может быть, след за братом. Брату приезжает. А вот в Женеве он учился вместе с Барским. Борис Барский тот самый, который будет потом... Сталина, уфу. Ленина. Ленина будет. Так что, вот, это удивительно. Когда вот в названии книжки, беру слова Гавронского, «Нескупа была ко мне судьба», это его слова из... Ну, из одного из его писем к Тамаре Петкевич. Он-то имеет в виду, вот, говорят в прямую, о том, сколько людей вокруг него. Как будто, чьи судьбы только не перекрещивались с его судьбой. Ну, а мне кажется, что здесь уже второй такой оттенок, такой горькой иронии. «Нескупа была ко мне судьба», потому что в общей сложности больше 20 лет он оказался в заключении. Ну, и... Ну, тут и там пытаются рассказать, как они общались с Барским, ну, что их объединяло, а что разделяло. Ну, и, ну, наверное, стоит тут вообще обратиться к Пастернаку. Вот Петр Евгеньевич разрешил опубликовать эту фотографию. Фотографию из фонда нашего музея, музея Ахматовой. Вот такой вот юный Пастернак. Значит, это где-то 8-10 год. Значит, почему я близко знакома? Значит, я упомянула дом Высоцкого. Значит, сначала дедушка, а потом этот дом принадлежал Давиду Высоцкому. На Чудовское 6 это дом, который туда заходил. Сейчас там дом творчества юных. До этого был дом старых большевиков. Потом всех большевиков с большевиками закончили там пионеры. А, да, до этого это дом особьяк Высоцких. И вот Давид Высоцкий. В Городной Слободе? А? В Городной Слободе. Да, 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 в Городной Слободе. Да, может, что тут с Кашейской. Да, я там только что голосовал, парень. Голосовал. Да, ну вот. Сразу захотелось спросить, за кого? Да, да, да. Это персональный дом. Ну вот, поэтому я и не спросила. Ну вот, так вот, в этом доме, там рядышком совершенно Мясницкая, там живут пастернаки, там училища живут в Сивояне. И в этом доме часто бывает пастернак, где жена музицирует. И Леонид пишет портреты хозяйки дома, Анны Высоцкой. И Иду Высоцкую, значит, влюблен в пастернак. Ну, естественно, здесь вот молодежь собирается. И Александр Гавронский, это двоюродный брат Иды Пастернак. Ну и, наверное... Иды Высоцкой. Иды Высоцкой. Иды, конечно. Да, Иды Высоцкой. И вот, ну вот, как раз письма Пастернака этого времени, который, ну там, моя Ида, я не вижу, не знаю ничего кроме тебя. И вот это же время, когда Пастернак влюблен в Иду Высоцкую, в это же время, ну, вот письма, где между строк можно попытаться понять, а что связывало и что потом нарушило эту связь Пастернака и Гавронский. Ну, то, что они были очень дружны, это очевидно. Вот знаете, в одном из писем, тут вот просто есть ссылка на писем, просто, наверное, стоит их потом внимательно почитать, он пишет о том, что он, вот как-то ему плохо, какое-то душевное состояние тяжелое Пастернака, и он пишет, что все отсутствуют, вот близкие люди, он называет их имена, и отсутствуют, и буквально, я скажу, все стали чужими и отсутствующими, кроме Сашки. Вот, понимаете, вот все отсутствующие, насколько же близок мне этот человек, если он говорит, все отсутствующие, кроме Саши, Саши Гавронского. Дальше в другом письме он называет его «мой близнец и вдохновитель». Он пытается передать свое душевное состояние, они вместе присутствуют на репетиции Скрябина, концерта, и вот, ну вот, как бы им экстаза, и вот в самом состоянии, и в таком состоянии экстаза, он пишет Пастернак письмо, где тоже пытается сказать, что понять его, почувствовать, разделить с ним вот это душевное состояние может только его «бледенец и вдохновитель» Сашка Гавронский. А самому Гавронскому он пишет о том, что-то вот, ну, такой, знаете, даже вот читаешь, какой-то безумный обормотание, когда кажется, что трудно понять, ну, смысл встречающихся слов, но он адресует человеку, который понимает, вот, настолько они близки. Вот он пишет, ну, когда я, вот, это было тогда, когда пишет, это вот это, в начале из письма Гавронского, позднего уже, Петхевича, это было тогда, когда яростно ворвался в мою жизнь Скрябин. А Пастернак тогда писал ему, помнишь ли ты те объемистые ночи, которые мы, как тома, снимали с какой-то фантастической полки одну за другой. Ну, вот, понимаете, вот это состояние какого-то, ну, такого, действительно, ну, экстаза. И вот человек, который понимает, который чувствует, с которым он, вот мой близнец, вдохновитель Саша Гавронский. Ну, и вдруг что-то происходит. Что конкретно? Вот Гавронский потом, значит, явно какой-то разлад, о котором Евгений Борисович, по-моему, ну, по-моему, излишне, жестко говорит, называет Гавронского и говорит, что это пожизненный антагонист Пастернак. Не может он быть пожизненным, хотя бы потому, что через несколько лет Гавронский, кажется, далеко-далеко, вот там далеко, и уже никакого общения личного не будет. А кроме того, ну, опять же, Евгений Борисович очень пишет о том, о какой-то нравственной грязи. Это не правда, это все сложнее, и не так. Вот, сам Гавронский потом, пытаясь объяснить свой разлад с Пастернаком, говорит Питкевич, что дело было в том, что Пастернак был влюблен в мою сестренку Иду, а Ида предпочитала меня, а я там, вот, Ида потом выходит замуж за другого человека и так далее. Но мне кажется, что дело даже не выйдет. В это время Пастернак, он, конечно, Лавелас, конечно, Дон Джоан, фу, не Пастернак, простите, Гавронский, конечно, и Лавелас, и Дон Джоан, а Пастернак очень полезно к этому относится. У Гавронского в это время женщина, девушка, которую зовут Женя, и не та, конечно, Женя, Женя, о которой Пастернак сначала пишет с нежностью, пытается ее, наоборот, утешить, потом он такой рефлексирует, но пишет они критично в разных письмах, но тем не менее, это Женя, если верить, я этого документов никаких не видел, верить биографам Пастернака, становится женой Гавронского. А через какое-то время Гавронский изменяет ей на глазах Пастернака с какой-то аней. И более того, Евгений Борисович утверждает, что сцена, достаточно ярко известная в «Докторе Ижевага», это как бы навеяно сценой в гостинице, где как раз Гавронский на глазах у Пастернака знакомит Пастернака с некой Аней, а за стеной плачет Женя. Вот этот. Ну, думаю, что даже этот, хотя Пастернак, конечно, очень болезненно стоит на защите женщины, ну, то, что женщину ранят, ему больно, и он об этом пишет в письмах. Но думаю, что дело, опять же, даже не только в этом. Есть письмо, которое сохранилось в черновиках, одному из друзей своих. Пастернак рассказывает, что он попытался однажды к Гавронскому прочитать свои какие-то стихи. А Гавронский сложил лицо в какую-то гримасу и дальше дал ему, ну, отповедь. И вот это, он не принято, можно институтировать, просто не хочу тратить время, а в принципе, это все есть в собрании с чьими Пастернака. Вот такая ирония, насмешливость самого Гавронского, вот не принято. Вот, я думаю, мне кажется, что более всего вот в таком, что в этом, вот такой, ну, вообще-то, это ирония иногда у Гавронского доходила до цинизма. Ну, вот это скорее в первой половине жизни, а потом так уже не будет. И вот, кстати, Гавронский потом там в письмах пишет о том, как он любит трактат Бергсона о смехе. И цитирует. Нет, там не цитирует. В общем, какая там основная мысль, что когда человеку смешно, то чаще всего на некоторое время происходит как бы атрофия сердца, вот если над чем-то смеется. Вот, но и вот, наверное, в какие-то моменты у того же Гавронского вот эта ирония и сатрофии, наверное, была. А потом, тем не менее, он уже в конце жизни очень ценит и эти мысли ценит, но тем не менее, ну, как-то он уже, он продолжает быть насмешливым, но говорит о животворящей силе скепсиса. Вот одновременно она животворящая. Но это потом. То есть через какой-то его путь вот такой совсем непростой у Гавронского. Ну и, конечно, правы, естественно, биографы, как оно все потом преломляется в поэзии Пастернака. Но я думаю, что, опять же, Евгений Борисович неправ был, когда вот как бы в прямую говорил о том, что вот эта нравственная грязь, это и есть Гавронский. Одно дело, знаете, ну, естественно, ну, поэзия, другое дело, на самом деле, жизнь все, она как-то посложнее. Ну, вот с начала, с начала десятый год, такое символистски смутное стихотворение «Так страшно плыть с его душой». Вот как будто, вот с таким чувством эмпатии по сторонам пишет, хотя уже явно трещина. «Так страшно плыть с его душой и с нею же терпеть крушение». Ну и дальше. «Напрягшись, различала снасть звезд от мути океана». То есть, вот как бы, вот низы и верхи, вот где эта грань. И вот, ну, вот строчки. И вдруг, вдруг, такая реалистическая деталь вот в этих странных, смутных, символических строчках. «Как страшно вспоминать со дна, со дна, где все навеки жалко, там в поднебесии видна твоя нетонущая палка». Конечно, человек читает, ничего не понимает. А в общем-то, Гаврунский ходил с палочкой. Он в юности ходил с палочкой. Я так думаю. Он в юности ходил с палочкой. Он в лагере будет ходить с палочкой. Он будет с палочкой в ссылке. Потом я учение-то прочитаю, если не забуду, в совсем другом, в отвратительном контексте у Довженко про то, как вон палочка идет, Гаврунский, где Довженко закладывает Гаврунского. Ну, это другая. Вот эта деталь. И вдруг, такая странная, реалистическая деталь. Она как бы возвращает на землю. И еще «Над морем часто кто-то греб, а он в 101-й раз за сотым свой грустный, говорливый гроб вновь пересказывал высотам». Вот это говор... Во-первых, это... Гаврунский, грустный словарь. Ну, фонетический, да? А с другой стороны, вот эти слова «говорливый гроб» это такая острая какая-то мета, да, вот Гаврунская. Вот действительно, так много говорил, насмешничал, ироничен был. Вот как-то, я думаю, что здесь вот что-то скрыт. Ну, а дальше, дальше... Просто кусочки проза. Ну, это ведь 20 лет им. Да, конечно, 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 да. И вот, сейчас, ну, тут много чего. Потому что вот, ну, во-первых, он прототип, действительно, Щуц, неоконченный просьб Пастернака, «Три головы пояси, 22-й год». И вот там такая строчка. Щуц был, ну, смотрите, сыном богатых родителей и родственником известных пешекареволюционеров. Ну, и дальше... А дальше, а дальше очень сердито пишет персонаж. Глистой, шуцовой загадочности была лживость. И вот он, знаете, вот... То, что мне кажется больше эндоигрой, нарочной мистификацией Гаврунского. А Пастернак, это вот так раз они говорят. Ну, а дальше спектрский, да? Вот и вот... Сахар и соль. Сахар и соль. Да, вот сахар. Довольно серый от... Там другое имя. Довольно серый от прозбогачей. Ну, кстати, довольно злая характеристика. Довольно серый от прозбогачей. Он в странности драпировал безделье. Зачем он трогал Ницше? Незачем. Затем, что книжки Чехов шелестели. Однако рано забегать вперед. Условимся пока смотреть сквозь пальцы, как человек лавирует и врет, блажит и носит имя Сашки Балькса. Ну, и тем не менее... В общем, тут... Так, я бы пыталась проследить дальше между строчек. Просто это все можно самим сделать. И вот только мне как-то важно... Честно. Да, ну, тем не менее, вот Пастернак... Даже вот тут чувствуется по Спектрскому о том, что... О том, что ему самому от Гавронского не оторваться. Вот когда... Ну, например, там... Вот сейчас... Сейчас. Вот тут сразу... Герой, который как бы... Вот тут с разбега он и налетел на Сашку Бальца. Ну, и так далее. Сейчас, иди, 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 иди. Но выяснилось им в один подъезд. Вот никак. И вот, кстати, переписка с Евгением, ну, женой Пастернака. И она ему пишет про то, что он никак не может, ну, не отдавать себя входящему. То есть продолжается еще где-то в 20-е годы все равно какая-то связь с Пастернакой. И вот с Гавронским. И вот мне просто, кажется, важны последние срочки. Вот он приходит, герой, в тот дом, куда его зазывает Бальц. Вот. Ну, и... Ну, мысль осталась, зависав дуэт с тоской, что гложет поедам поэтов, и неизвестность, точно ли доед, окинула глазами сцену эту. И увидала полукруглый стол, цветы и фрукты, и мужчин, и женщин, и обречение общей ореолы. Ну, вот я думаю, что Пастернак, конечно, даже не представлял себя, на что обречен Гавронский. Ну, и дальше, вот, значит, можно уже, теперь уже о судьбе Гавронского. Хотя они еще встретятся, наверное, вот по письмам, по переписке с женой, это Пастернака видно, потом сам Гавронский напоминает, что в 30-м году он виделся с Пастернаком. Есть даже какие-то слухи, что Пастернак помогал, что-то посылал в лагерь, но тут я документов никаких не видела. Так вот, значит, революция, Пастернак, фу, Гавронский тоже откуда-то там из Швейцарии приезжает сюда. Дальше, если говорить о его, оно и называется, жизнеописание Гавронского. Дальше он уверяет, ну, это источники только его ответы на допросах поздних, о том, что он ушел в армию, что он был комиссаром, каким комиссаром, когда он успел стать комиссаром. Я пыталась искать в военно-историческом архиве, не нашла, но вот с полей, вот с театра военных действий он кидается в театр настоящий. Вот тут уже сколько угодно есть материала. С начала 1918 года Гавронский связан с театром. Материал есть много и во всяких архивах, а еще больше можно найти во всяких театральных библиотеках. И театры тут, много может быть, Незлобинский театр, театр комиссариста, школа-студия Шаляпина, директория детских театров. И тут вот, ну, об этом я там что-то пытаюсь говорить, тут круг людей. От Луначарского до Цветаева, от Эренбурга, ну и так далее. Ну, а кроме того, один из братьев, вот вы мне обещали, так и не показали, один из братьев, двоюродных братьев Гавронского, Гавронского Цетлин, Михаил Цетлин. Михаил Цетлин, который потом будет известен как русский поэт Амари. И Цетлин тоже, он был церем тоже, но сейчас успокоился на какое-то время, потом он скоро эмигрирует. И там будет тоже центр русской культуры, там Париж. А пока здесь, в Москве, вот первое-первыхое после революционное время, Цетлины, ну, не знаю, держат салоны, если можно так сказать, об этом времени. И вот в этом доме бывают все. И может быть, это прежде всего, но там бывают и двоюродные браты, это тоже какой-то стимул для знакомства с поэтическими, театральными, и футуристами, ну и так далее. Вот и вахтанговцы, и Елизавета Ефрона, это вот все вот в это время происходит. Ну, Гавронский, так он, по-моему, пытается. То есть он как бы перебирает возможные варианты собственной жизни. Вот он в театрах, то в одном, то в другом, то ставит какую-то там, ну, пьесу, которая шумит, то какой-то режиссер уходит из театра, из Незлобинского, посорившись с Гавронским. Достаточно бурные там события. Потом почему-то он уходит, уходит, как это называется, руководить, ну, как бы, типа клубной работой, учебных, военных заведений. И такие махровые советские, политические, по этому поводу, всякие его манифесты, это все публикуется в газетах, даже не понимаешь, как будто игра такая, как будто он пробует вот так, вот поиграть в это. Вот, а потом еще один такой поворот в жизни. Он, сейчас покажу картинку. В это время, вот знаете, театр, политический театр, в это время, в 22-й год, идет процесс, процесс над эсерами. А ведь эсер – это все братья. И самые главные, ну, как бы, герои этого процесса – это Абрам Гоц и Александр Высоцкий. Многие успели эмигрировать, и Цетлин успел, и Гаврунский старший. Вот, кстати, интересно, я в нашем архиве, в нашем историческом архиве, который уже советского времени, вижу документ, где обращается Дмитрий Гаврунский с просьбой разрешить ему выехать как социал-революционеру куда-то туда, в Финляндию или в Швецию, для участия в каком-то конгрессе. Его спокойно отпускают. Это в 18-м году. Так что они все уехали. Ну, вот потом мама уехала. Вот как-то... И вот остается здесь, по сути дела, остается... Ну, и Цетлина уехали, и Фантаминский уехали. Остается Александр Гаврунский, который играет в собственную жизнь. И остается Абрам Годз и Александр Высоцкий, которые продолжают быть эсерами, активно бороться. Вот Союз Спасения Родины, как там... Это все Абрам Годз. И вот, наконец... Еще хочу показать картинку. Вот, наконец, этот самый суд. Ну, самый ужасный процесс над эсерами. А в это время Гаврунский... Да я к тому, что он совсем... Видите, он прекрасен потом, но он совсем не святой. Вот зачем-то идет работать журнал «Красный перец». А это такой махровый и одиозный, и, по-моему, глупый очень советский журнал. Но, правда, я там не нашла ни одной его публикации. Правда, там все под псевдонимами какими-то придуманы. Но зато вот первый номер журнала начинается вот от чего. Такая жестко тут плохо видно. Это карикатура на процесс над эсерами, на Абрама Годз. Вот это его двоюродный брат. Вот. И тут еще совершенно отвратительный в этом журнале, просто чтобы представить себе, что журнал «Стишки» Сергея Городецкого, который когда-то был другом Гумилевым. Но Гумилева, ну, это пройдет время, Ахматова скажет, что Городецкий больше, чем мертвый. Вот такая гадость, вот пишет про процесс над эсерами. Ну, Гавронский не приходит на процесс над эсерами, как бы отстраняется от этого дела. Конечно, он знал все, потому что в это время Дегавертов все это снимал, и все это показывалось. Конечно, он, конечно, знал. Но вот туда он не идет. Ну, ведь, насколько я знаю, там были устроены просто инсценированная поддержка народа, которая включала, что нужно самую высшую меру. Но, слава Богу, в это время кого-то отпустили, кого-то оставили. И Абрамкоц, и Высоцкий ждали решения своей судьбы, думая, что их сейчас расстреляют. Но их не расстреляли, а оставили в качестве... То есть, выпустили, сослали, как заложников, чтобы там не продолжалось эсеровские волнения. Опять же, каждый из этих людей дает возможность для отдельной длинной истории. Но потом нужно сказать, что всегда они погибли. И Высоцкий, и Александр Высоцкий, и Абрамкоц погибают во время большого террора. Один расстрелян, другой умирает, и так далее. В Андаминске, там, видите, в фашистском лагере. Ну, вот. Ну, а... Ну, вот он такой, Гагамский, красивый. Ну, а дальше начинается кино. Вот это главное его дело. Начинается кино. И про это тоже... Ну, здесь есть материал, но все, что возможно было, в общем-то, постаралась найти. И кино начинается опять. Первое... Первое его... Сейчас идет документальный фильм. Ну, кстати, вот такой очень... По-моему, он единственное, что целиком сохранился. Не документальный, а такой научно-популярный фильм «Земля и небо». Он популярно объясняет людям, что такое, в общем, ну, астрономия и так далее. И фильм очень слабый. Ну, вот с сегодняшней точки зрения. И так много титров. Я сейчас говорю, почему это говорю. Так это... Пока их читаешь, они... Ну, он так много... Ну, в общем, немой фильм. Чем больше титров, тем хуже. Он должен быть действовать... И вдруг в этом фильме, как бы фильм-фильме, он как бы там инсценирует рассказ «Короленко. Затмение». Про то, как темные люди ужасаются, ну, потому что происходит на небе. И это совершенно... Вот мне удалось просто сделать, остановить эти кадры. Совершенно потрясающие кадры. Просто лиц людей. Их, ну, вот... Знаете, в это время работает, в общем, гениальный, я раньше не знала, теперь знаю, режиссер Червяков, который говорит, что главное в немом кино, чтобы лицо человеческое само заговорило. И мне кажется, что влияние Червякова и Захиева. Причем фильм-то, еще раз говорю, очень слабый. Ну, вот, тем не менее, вот это производит впечатление подстелиться. Дальше он на... Вместе с Райзманом и сценарист Ирмолинский ставит фильм «Круг». Дальше будет еще целый ряд фильмов. И все эти фильмы... Все эти фильмы... Ну, так вот, все первые фильмы. Всегда... Вот это уже игровые фильмы, немые игровые фильмы. В основе сюжета, везде, в разном контексте, ну, столкновение, как бы, любовь и долг. Ну, как у нас полагается, конечно, должен победить долг. Ну, и, конечно, долг побеждает в этих фильмах. Ну, вы знаете, вот, они так... Вот даже, когда читаешь рецензии, и когда вглядываешься в какие-то оставшиеся кадры, фильм «Круг» частями остался, так даже отдельные эпизоды, видишь, что там есть рефлексия. Ну, то есть, как бы, возникает невольно у зрителя мысль, а мог и не победить долг. Понимаете, вот, там нет этой однозначности. Там, давайте, намекается на то, что есть внутри возможность другого варианта. Ну, и тут вот, как бы, так вот, обзор этих фильмов. А в 28-м году, тут я посмотрела всякие архивные, всякие материалы, и журнальные всякие. Вот вижу, что в 28-м году он заключает там какие-то договорные у него отношения с студии в Москве на фильмы, которые так и не вышли. Что такое женщина в гражданскую войну. Думаю, что ничего хорошего бы не было. Но почему это очень важно? Потому что он уже женат, он женился. У него там с его личной жизнью пока сложно, непонятно. Но, тем не менее, известно, что он женат, и женат на очень хорошей женщине. При нее я там тоже пытаюсь, бывшая, пытаюсь сказать, такая, ну, прогонит именаевна. Ну, это слово. Он женат, но у него начинается интрижка со сценаристом, женщиной-сценарист фильма по поводу женщин в гражданской войне. Я не буду называть фамилию этой женщины, потому что сейчас дальше мы узнаем, насколько это, какую роль сыграло. Но не хочу, потому что знаю, что могут быть даже существовать и родственники. И вот эта интрижка начинается в 28-м году с этой женщиной. Была такая, ну, интрижка, интрижка. И все было бы, и фильм не вышел, и интрижка такая не особо назначительная. Ну, по крайней мере, со расстоянием. По крайней мере, с нашей стороны, со стороны Женькина оказалось не так. Ну, а потом происходит событие в нашей культуре. Он едет в Одессу и там, на одесской студии, то есть студия, это украинская, она в Одессе расположена в это время, делает фильм незаурядный. и действительно несу, и даже очень много рецензий. И вот тут у нее даже, не знаю, всякие кадры есть. Во-первых, вот эта фотография, это тоже кадр из фильма. Эта фотография, он на съемочной площадке в Одессе. Ну, можно полистать, вижу бы меня, к сожалению. Вот, и вот этот фильм, про который единогласно говорят, что этот фильм называется «Темное царство». Ну, какие-то, может, так не видно, можно полистать просто. И исключительное, необыкновенно исключительное фильм, пишут рецензианты, и тут же добавляют, но крайне вредное для нашего зрителя, для пролетариата, вообще этот фильм просто невозможный. Об этом фильме вот я сюжет расскажу. То есть, я знаю сюжет, я прочитала кучу там лицензий, я знаю даже, но я никогда раньше кино, так историей кино не занималась, но поговорила с Петром Багровым, Маргалитом, но историки кино признают, что это огромная потеря, исчезнушая этот фильм. От него кадров не осталось, то есть, остались только фотографии. И суть такая, какая-то, там нету такой яркой социальной современной действительности, даже не очень понятно, когда происходит время в России, в какой-то глубинке, какой-то грубый человек, очень примитивный так вот вам сказать, человек, мясник, его несчастная, забитая, задавленная жена. Умирает жена, какие-то пьяные похороны, этот мясник на этих похоронах, сын, страдающий их, жалкий, несчастный сын, у него единственное утешение, он любит девушку, дочку, там, сапожника, а этот самый пьяно танцует на похоронах, человек, чья жена сейчас умерла, тут же он покупает ласки какой-то проститутки и кладет глаз на эту самую девушку, которую любит ее сын, его сын. И дальше эти похороны почти переливаются в свадьбу, такая же пьяная свадьба, этот мужик, этот мясник, женится на этой девушке. Ну, понимаете, суть оказывается не в том, что даже, что он такой ужасный, этот сын приходит плачущий, жалкий и уходит. А суть в том, я поняла, что эта девушка рада этому мужику, что эта девушка, понимаете, что вот какая-то такая тупая, темная, черная сила для нее важнее романтических, человеческих отношений с этим в общем, ну, жалким, беспомощным, ну, хорошим юношей. И вот эта мысль, что вот его начинают обвинять Гавронского, что там какой-то момент сексуальный, биологический, он как бы к этому слишком внимательен, мне даже кажется, что есть больше того. Смотрите, этот фильм выходит в 29-м году, и он уже понимает, как людям нужна темная, страшная, понимаете, сливая сила. И вот об этом фильме, судя по всему, он сделан очень здорово. Ну, он привозит этот фильм в Москву, в Москве, вот он, кстати, пишет, что Пастернаку понравился этот фильм, он пишет так, больше мы не знаем, но это, причем он сам о Пастернаке не очень хорошо пишет, но и отновременно отход. Ну, в общем, фильм, потом фильм так как-то исчез. Но он после этого, да, там, в Одессе уже как бы помощником режиссера с ним работает такая Ольга Улицкая, а дальше она будет с ним работать как режиссер и становится его женой. Она, вот она святой человек, совершенно Ольга Улицкая, потому что она все приняла на себя все 20 с лишним лет, которые последовали дальше. И вот он женится на Ольге Улицкой. И тогда, когда он женится на Ольге Улицкой, он приезжает в Москву, приходит к той самой женщине, про которую, которую я упоминала, не называя ее, и говорит ей о том, что, ну, порядочный человек, что вот, говорили, что они не должны расстаться, но что у него теперь другая жизнь, что у него есть жена, что вот он ее оставляет. Вот так. Ну, пока так все. Это еще, значит, 30-31 год. Он приезжает, теперь они едут вместе в Киев. Ну, он сначала еще преподавал в школе, киношколе Чайковского в Москве, но это так все проходящее. И вот сейчас он едет в Киев. И в Киеве, я хочу сказать, что документы ФСБ, ну, с трудом, но тем не менее, архивы ФСБ мне удалось прочитать и в Москве, и в Сыртовкаре. В Киев я, попасть не могла, но в Киеве, оказывается, это так просто, просто у меня друзья пошли в архив ФСБ, взяли телефон, сфотографировали мне все документы, прислали, совершенно без всяких проблем. Вот книжку и послать, я затрудняюсь, у меня с почки, что-то сложно в Киев принимать, а снять копии с документов ФСБ там ничего не стоило. Так вот, он приезжает в Киев, он начинает вместе с Ольгой Ульцкой, он преподает в киноинституте киевском, он дружит с Довженко, и одновременно начинает работать на киевской киностудии и ставить фильм «Любовь». Так, опять круг людей. Ну вот, нужно сказать, что вот как постепенно все, вот скоро-скоро это произойдет, скоро его арестуют, скоро всякие ужасы, а вот оно все готовится. Дело в том, что он работает так очень увлеченно в Киевском киноинституте и высказывает какие-то свои соображения по поводу методики преподавания. Я не знаю, даже не я особенно вникала, насколько там верны эти замечания. Но, тем не менее, по этому поводу, соответственно, реакция в газетах о том, что Гавронский протаскивает контрреволюцию и свои методики преподавания. Одновременно почему-то в Москве вот это опубликовано, вот стоит у вас на полке книжка «Власть и интеллигенция», четвертая отделка секретная, которая собирает данные об интеллигентах, среди прочих. Там про Хармса есть, там про наших, это самая шекспирная, там про наших кружковцев ленинградских есть, и там про режиссера Гавронского. Ну, соответственно, его такая полукромольная фраза о том, что проблемы нашего киноискусства, они, в общем-то, отражение проблем нашей жизни. И одновременно в Киеве, в этих самых материалах, ну, та-та тоже называлась, в ФСБшных, появляется тоже чей-то донос, тут самое, я имене, ну, не донос, ну, как агентурное сообщение. Они наблюдают над группой людей, друзей, которые собираются в доме у Довженко. И вот Довженко что сказал, ничего хорошего, он не говорит про советскую власть. Он говорит, что, ну, и все, что он там сказал про советских зрителей, вот написано. И кто ходит у Довженко, и вот Гавронский часто бывает у Довженко. Это все собрано уже. Видите, что получилось? В Москве агентурные, какие-то в Киеве агентурные данные, газеты киевские по поводу Кучери Киевского института. Потом газеты, потом начинается эта история с фильмом «Любовь». Я ни одного, нет, два кадра осталось, я тут тоже привожу, но это именно фото кадры. И ни одной рецензии нет, потому что фильм на экраны ведь и не успел. У меня есть какие-то представления свои, о чем фильмы, но даже не буду тратить на это время, но я думаю, что это фильм, там действительно любовь, там председатель колхоза и журналистка. И вот невозможность, невозможность, насколько я понимаю. Но суть даже не в этом, а в том, что начинается скандал вокруг этого фильма на Киевской киностудии, и в результате этого скандала Гавронский вместе с Улицкой пишут покаянное письмо, где они говорят, да-да-да, конечно, мы неправильно поступили, мы что-то такое не то сделали, наша советская действительность, мы быстренько берегуемся, мы будем следующий фильм делать про роман «Авдеенко я люблю», ну и так далее. Вот как-то так очень неприятно читать вот это покаянное письмо. Ну а в это время еще в Москве, тут я просто протняла, пока не прочитаю другое письмо, поступает донос туда, в НКВД, донос поступает от той самой женщины, которая была, ну насколько глубокая, серьезная интрижка, я не знаю, которая писала сценарий какого-то фильма «Женщина в гражданской войне», поступает ее донос. Она совершенно четко пишет, что вот я хочу сообщить органам про то, что вот Гавронский, которого я последний раз видела тогда-то и тогда-то, называет прямо числа, пришел и сказал мне, что он состоит в подпольной какой-то организации, что внутри ГПУ существует там какая-то своя группировка, что входят туда достаточно видные деятели ЦК и называют фамилии. И вот, понимаете, все сошлось, вот все одновременно. Вот, причем этот самый донос, эта женщина даже чуть раньше поступила, он лежал до поры, до времени. А потом вот, ну, потом все вместе. И вот покаянная статья в газете, в киевской газете выходит 2 января 34-го года, а 4 января его арестовывают. Но это только начало. Вот его арестовали 4 января, он попадает, отправляет сначала, дадут там допросы. Сначала он растерян, конечно. Он пытается им сказать, что да, действительно, я виноват в том, что я с ней, я действительно, правда, я с ней говорил. Но она не могла про меня ничего плохого сказать. Мы с ней, в общем-то, в дружеских отношениях. Он пытается объяснить, что я ей хотел сказать, что ну просто мы вместе больше не можем быть, что у меня другая жизнь. Вот, да. И в растерянности он соглашается, какие-то имена подтверждает, хотя, правда, он называет имя человека, который уже сослан, другого человека, который уже сам отрекся там на высокой трибуне. Ну, тем не менее, никакого такого не выдает. Ну, тут пока в растерянности соглашается. И его ссылают на три, пока так все очень мягко, на три года в Медвежий Горс, на Беломоро-Балтейский канал. Вот, его туда ссылают, он там живет, он там начинает работать в театре, он там ставит Бориса Годунова, вот, на сцене этого самого такого театра Беломоро-Балтейского комбината. Вот, ну, и там играют. Там, кстати, в театре работает Горгий Балдуев, поэт, который сейчас только приходит по-настоящему к читателю. И вот они там встречаются с Балдуевым, он вечно со всеми встречается. Потом туда к нему приезжает Ольга Улицкая, туда к Балдуеву приезжает его жена Благинина. Совершенно прекрасная. Благинина, знаете, Благинина, Лена Благинина, там вот детский сестер, вот сама мама спит, она устала. Вот она, вот такие дневники ее потрясающие. И письма, и ее письма опубликованы, ее письма Улицкой. А письма Улицкой Благининой, вот я нашла их в Роголи. И вот там даже им хорошо. Вот они дружат все вчетвером. Вот, ну, потом у Ольги Улицкой рождается ребенок. Ну, все хорошо. Хотя, конечно, ссылка. Конечно, там какая-то избушка, банька. И вот они там, ну, им весело, они молоды, они заняты театром, поэзией. Все хорошо. Ну, Благинина там, да приезжает туда к ним Наталья Гернет, может, это имя тоже известно, но Наталья Гернет, это она связана с Чишей Ёши, с журналами. Она вообще из Одессы. Они познакомились с Карлой Гавронской. Она вообще подруга Улицкой, Ольги Улицкой. Она тоже сюда приезжает. Но они торопятся потом вернуться к своим работам. А Гавронские здесь обалдуем остаются. Кончается срок. Ну, что-то Гавронский не торопится уезжать оттуда из Медвежековска. Но дело в том, что у него там интрижка с очередной началась. И он, в общем-то, потом Улицкой пишет, как ей было больно, когда-то она приехала сюда к нему с новорожденным сыном. Ну, и уехала. И, кстати, обалдуем тоже не по отношению к Благининой. Мягко говоря, некрасиво себя ведет. Ну, так вот получилось. И вот там интрижка. Улицкая уехала. Ребенок потом умер. Через какое-то время. И вот все-таки, не знаю, от того, что-то там... Там я почти высчитала, что это за женщина была. Но бог с ней. Прошел месяц после конца ссылки, который он там пока благополучно живет, его там арестуют. Вот. А опять же, почему арестуют? Вы знаете, тут тоже много чего сошлось. Во-первых, начался... Это 37-й год. Ну, это 37-й год, уже само за себя говорит. Во-вторых, начались процессы в Киеве. Гавронского уже давным-давно нет. Уже три с лишним года он в Медвежегорске. А в Киеве начинается процесс над студентами института киевского и в кинофабрике. И их им, ну, как бы инкриминирует, якобы у них создана контрреволюционная группа, а вдохновителем кто был? А вдохновителем был их педагог Гавронский. Кто-то подтверждает, что да, Гавронский с пути свернул. Кто-то порядочный человек говорит, нет, никакого отношения Гавронский к этому не имел. Вот там в Киеве вот такая начинается заваруха. Совершенно жуткие статьи в газетах про то, что как проникает туда тот же троцкизм, контрреволюция. И вот тут даже какая-то справочка опубликована, в смысле сфотографирована из этого дела. И Довженко, нужно сказать, мягко говоря, не лучшим образом себя ведет. Он и в газете статьи пишет, и почему-то вспоминает про палочку. И в агентурных, ну, как где-то куда-то сообщает, ну, типа, ну, не донос, не донос. Он пишет о том, что вот, если вы услышите, стук палочки идет, Гавронский, это гад, это он, а вот недавно, три года назад, представляете? Ну, знаете, потом, потом, когда уже будет идти реабилитация, и когда во время реабилитации будут собирать данные у всяких людей, что они думают про этого человека, Довженко скажет, хорошо, он думает, вот. Ну, а тут вот, ну, не все скажут, хорошо, Довженко скажет, а тетка опять подтвердит свои показания. Так вот, ну, дальше, больше. Дальше, в Москве, я не буду тратить, я не начни, я не расскажу, очередной донос, то есть, мне просто как-то не хотелось почувствовать еще механику, как оно все происходило. Вот есть какие-то глобальные, вот пошел процесс, там пытаются выявить, там, врагов народа в киевской генофабрике, одновременно роль отдельного человека. Вот, среди этих студентов только один пытался защитить тех, которых сажают, Гавронского, он потом расстрелян оказался, остальные подтверждают, да, Гавронский был взагновителем. Ну, и в Москве поступает еще одно, туда вот в органы приходит донос. Вот тут человека никто не торопил. Донос, вот, когда писала вот та женщина, она в ней говорила обида. А теперь пишет другая женщина, фамилия ее Бельская. Ее муж Раевский работал с Радеком. Радека арестовали. И у нее совершенно благие мотивы, она пытается спасти своего мужа. И она пишет, такой очень весомый, очень такой толстый, большой донос по поводу того, что у меня есть одна знакомая, она называет фамилию той женщиной, которая была возлюбленной Гавронского. Она мне рассказала про Гавронского. Так вы знаете, Гавронский, вот он настоящий враг. Не моего мужа нужно было арестовывать, а его, ведь он, он собирался Сталина убить. Вот он же готовил убийство. Дальше она так старается спасти, а потом ничего не помогло. И Раевского ее мужа расстреляли, ее посадили. А дальше она пишет, что начали длинные, длинные про то, как виноват Гавронский, как он Сталина собирался убить. А потом она пишет про какую-то фабрику, резинтрест, я чуть-чуть забыла, как там враги, там Галоши не так делают. Вот туда что смотреть надо, а не моего мужа арестовывать. Вот честное слово. Так потом они даже, когда арестовали Гавронского, они вызывают снова ту женщину. Вот ту, что фамилию я не называю. Вызывают ту женщину. И она, не то что подтверждает, то, что она писала три года назад, она, да, я вспомнила, не просто говорил о том, что там есть какая-то подпольная организация, он готовил убийство Сталина. Вот видите, она вспомнила. И потом, когда будет уже идти реабилитация, вот, Дубженко будет говорить, все, он хороший человек, Гавронский. А она подтвердит и тогда, когда даже будет реабилитация со своими показаниями. Ну вот, ну и, вот, арестовывают. Знаете, там, ну там много чего можно рассказывать. Например, когда Улицкая обиделась, ну, конечно, она приезжала, ну, раньше, и увидела, что у него там с кем-то интрижка. И она уехала, и вот его арестовывают. И он пишет, он говорит, он называет, ему нужно к кому-то обратиться, к кому-то, кто-то ему пришлет какое-то белье, кто-то ему что-то, и он пишет, это моя жена, и называет вот Маргариту Менсарова, которая была, с которой он разошелся, когда началась интрижка с этой. И она ему помогает, понимаете, они потом будут дружить уже, и когда, уже потом, спустя долгие-долгие годы. Ну вот, ну, а потом, конечно, Юлицкая приезжает в Москву. Он, начали его привозят, естественно, на Лубянку, потом отправляют в Бутырки, и этот год длится следствие, и потом он, ну, про все это подробно, там все эти документы, из ФСБ можно его прочитать, и отправляют его на Тибириносе, в Жил-Дор-Лак, вот туда, в лагерь, где разные колонны есть, Рокпас, Кыр, вот, по-моему, вот эта современная фотография там была, сейчас, вот, а что такое колонна? Вот, посмотрите, там вот такая Кылтовка, это такая, одна из колонн этого лагеря, вот, это плохо видно, эта церковь, огромная-огромная церковь, церковь XIX века, там рядом монастырские постройки, там был женский монастырь, потом, после революции, монастырь прикрыли, и здесь была колония беспризорников, потом беспризорников разогнали, и здесь лагерь, и вот эта церковь, она сейчас вот такая пустая, и там она разделена была на четыре этажа, и там были женские бараки, а здесь мужские бараки, Лазарет и так далее, там на одной из колонн, он потом встретится с Ариадной Фрон, и об этом Ариадной Фрон, письма к Елизавете, к своей тетке, по поводу того, что, Лиля, вы помните, он вас прекрасно помнит, вы помните, во время этой театральной ликорадки в Москве, они были знакомы, ну вот, и вот он, там, ну ничего, и вот он, и вот стали спектакли, проходит немножко, значит, ну, сороковой год, и на стол ложится донос, вот так оно все так удивительно, донос, тут все эти доносы, в принципе, далеко не цитируются, от одного, там, вернее, два доноса, отложатся, а потом их будет сколько угодно, одна женщина, которая, роднянская фамилия, которая играла у него в театре, она ужасно, искренне переживает, но что ее незаконно посадили, конечно, незаконно, ни за что, и она рассказывает, как она пыталась, вот какой же вот, я, мол, ему говорила, что меня незаконно посадили, и говорила, что я надеюсь, что меня вот-вот должны освободить, а он говорил, мой, не надейся, ну, пожалуйста, не надо трезво смотреть на них, и она, и он не верит в справедливость наших органов, и про это пишет она доноса, другой человек пишет донос, пока эти доносы лежат в столе у начальства, другой человек пишет донос про то, что, вы знаете, что было у нас в лагерной столовой, значит, принесли газету, а в газете была статья, это, наверное, после того, как-то вот Ильжов били с ней, что теперь наши органы будут там справедливо относиться, и вот человек показал эту газету, и сказал, вот теперь как будет хорошо, а Гавронский, а Гавронский усмехнулся и сказал, а я знаю еще более серьезный документ, на мистерию генкинулись, какой, что, мол, у нас все справедливо, какой документ, какой он, советский конститутор, вот советский конститутор, но как бы за этим его ирония и так далее, ну, потом будет донос про то, что Гавронский сказал, что несправедливо ордена дали советским писателям, этому самому, как его зовут, Абдиенко, я люблю, про которого он обещал поставить фильм, и в Шкловскому, который, а он знал про принес Шкловского на Беломоро-Балтийском канале, вот и по этому поводу, как бы, как бы недоволен, что, ну, за что ему дали орден, ну, и так далее, эти доносы лежат в столе у следователя, и пока все, ну, лежат и лежат, а он всталит в спектакле, ну, как, все равно жизнь лагерная тяжелая, тем не менее, а наступает война, и вы знаете, у меня вот такое ощущение, что все эти сотрудники, всех этих органов, ужасно обрадовались, что им есть чем заняться, и продемонстрировались, как они заняты, понимаете, одни люди на фронте, а эти, тут, 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 тут столько их, это началось такое длинное следствие, в котором участвует, не знаю, сначала там одно заседание, потом другое, потом очные ставки, потом его сажают в тюрьму, потом он в кассе, потом в кассе, и они тут потом, потом доследование, потом переследование, потом суд, потом снова там чего-то, потом, это бесконечно, это длится, но почти год, это следствие, и они, ну, у меня такое ощущение, что демонстрируют, как они заняты, о каком фронте, мордить и речь, они так борются здесь вообще с врагами, ну, вот, и был такой период, когда он был просто в камере смертников, ну, на всякие очные ставки и так далее, ну, потом проходит какое-то время, и он, почему, знаете, вот мне интересно, когда он еще, когда еще не было вот этого, вот этого последнего суда, он прожил там, значит, он получил 8 лет, да вот после того, как арестовали Медведя Горский, проходит 2 года, и он пишет, тут тоже документ ходатайства, там прокурору или кому-то, ну, пытается объяснить, что это несправедливо, что, ну, определенными категоричными методами, меня там допрашивали, что, ну, и пытается, ну, протестовать, и пишет, а мне же, вот я уже столько времени, мне предстоит еще 6 лет быть в заключении, если вы мне, ну, ну, ошибся в расчетах, потому что на самом деле у него не 6, а там, не знаю, 13 еще лет, вот, и он сейчас получает 10 лет, и вот, ну, вот там, там и встреча с арендной фронт, которая потом, и потом ее отправляют далеко в другое место, потом она отказалась там давать тоже какие-то показания, он пишет, прощайте, Аля, сухолковница моя, потом там, вот тут в лагере, он совершенно поразительный человек, он удивительно живет там, в общем, занимаясь театром, и рядом с ним, вот Тамара Сулкидзе, и Хэлла Фишер, и вот там десятки этих имен, и Тамара, конечно, Петхевич, которых он возвращает к самим себе, ну, они же совершенно были уже раздавлены жизнью, и вот он, это все делает он какими-то очень человеческими способами, вот не просто его разговоры, он как режиссер живет там в каком-то загудке, и когда нету спектаклей, нет репетиций, они собираются в загудке, и читают там уже Пастернака, и говорят о жизни, и он, что-то такое, философ, и все прочее, но еще он делает совершенно практические вещи, вот Тамара Сулкидзе, делает кукольный театр, и ставит Андерсона Соловей, а нету материала, еще вообще как император одеть, и он пишет Нина Гернет, помните, я называла Нина Гернет, которая в Одессе была подругой гимназической, в Ольге Улейской, а потом один раз приезжала к нему, она вообще работает в театре образцов, и Нина Гернет, вот теперь на всю жизнь связана с Тамарой Сулкидзе, и Нина Гернет шлет в лагерь, вот, ну, Тумишову, а потом она, потом даже все пьесы, которые писала она для кукольного театра, она до того, как их опубликовать, до того, как отправить образцову, шлет Сулкидзе вообще в кукольный театр, ну, и, вот, так, в общем, вот, то есть, как бы, он мобилизует людей, вот еще тех на воле, которые вообще всячески ему помогают, и, ну, много про лагерь, все здесь, и, конечно, книжка Питкевич, «Жизнь сапожок непарной», там подробно, про все, про это, и про всех этих людей, и про судьбы этих людей, ну, а потом проходит, наконец, этот срок, и он уже очень плохо, он болен, дряхл, хотя его называют старик, хотя ему там, сколько, ну, считайте, к 50-му году, 50, ну, 62-го года, ну, 60-го, да, ну, ну, вот, кончается срок, а, нет, еще даже до конца срока, до конца срока, его отправляют в инвалидный лагерь, он действительно очень тяжело болен, а инвалидный лагерь в поселке Абись, а в инвалидном лагере, Николай Пунин, Герасимов, Тесленко, конечно, Корсавин, ну, и, вот, тоже, вот, не скупа была ко мне судьба, и вот, сохранились всякие воспоминания о том, как он, ну, как он остроумен, как он стуча в свои палочки идет, и так что-нибудь что-нибудь такое скажет, ну, про атмосферу это, об этом, тоже есть немножко материала, и потом пишет Герасимов, рассказывает воспоминания, что когда освобождают Гавронского, да, вот его должны освободить, вот срок подходит, но его не могут просто так освободить, во-первых, ссылка нужна быть, а во-вторых, наверное, его нужно отправить в дом инвалидов, потому что он совершенно не может тебя, хотя совершенно непонятно, зачем держать инвалидный лагерь, вообще-то непонятно, ну, вот, а что такое дом инвалидов, это, конечно, смерть, но и тут Ольга Улицкая, которая ни на минуту, она в это время на, всю эту, всю войну, на, это самое, Алматинской киностудии, вот там и СООП, и все у нас есть, вот, как-то все удивительно, все связано, и она совершенно, ну, ни на минуту его не теряет, и все время поддерживает, и переписывается, и с ним, и он все время знает, что, хотя, ну, все равно, с ним есть Ольга, и это очень важно, и вот она однажды пишет письмо, благение, она пишет, что вот никак не может побороть змей в своей душе, после того, как он вот так поступил, ну, когда он изменил ей, там, ну, и вот потом ребенок, и он умер, и так далее, и она говорит, я только бы не знал, что у меня в душе змеи, он не должен этого знать, понимаете, вот она, вот, ну, никак мне от змеи не освободиться, но не дай Бог, чтобы он про это узнал, потому что для него однозначно, вот она существует, ну, и потом она берет его, как бы, на пороге, и она, ну, отвечает теперь, и его, и его, ей отдают, ну, значит, ей, она снимает комнату в поселке, веселый кут, между Николаевым и Одессой, она сама работает на, не Николаевым, Кишиневым и Одессой, она сама работает на киностудии, у нее больная старая мать, и больная старшая сестра, она разрывается, причем на этой киностудии, она должна делать советские документальные фильмы, чтобы покормить того же Гавронского, и мать, и сестру, а ему это не очень нравится, ну, вот, и он живет в этом поселке, который называется поселок Веселый Кут, оказывается, кут, это слово тупик, и вообще, оказывается, у нас очень много, везде по России, есть. Ну, куток. Да, куток, и вот веселый кут. И вот, казалось бы, вот так все хорошо, он живет, он свободен, и он свободен от удара в рельсу, от, не знаю, в охра, там чего-то, и он, ему так, там плохо, потому что он так одинок, вот прямо замок, и действительно, вот одинок, и тут такая, какая-то еще драматичная, скажем, очень ситуация, он, вот, есть немногие друзья, которые даже вырываются к нему, иногда, редко, он все время пишет письма, 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 и вот она приехала, Тамара Петрович, вот приехала, там на два дня, приехала, Хела Фишер, вот приезжают, и какое-то мучительное чувство Улицкой, Улицкое чувство, вот, от нее отнимают, но с другой стороны, она-то может к нему приехать раз в месяц, иногда раз в полгода, она ужасно работает, чтобы Божа прокормить, она, а он, конечно, ей безумно благодарен, а с другой стороны, ему гораздо ближе сейчас, вот эти люди, которые его друзья, лагерные, понимаете, вот, это ужасно, это так тяжело, так вот, ну, и вот, потом его, когда кончается, наконец, срок, когда, наконец, реабилитация, она его кладет в Кишиневе, в очень приличную клинику, а эта клиника, когда-то, там была больница, которая принадлежала семья Тумаркиных, а Тумаркина, это маня Тумаркина, замужем за Михаилом Цетлином, то есть, это родственников его богатых, а, кстати, начальник плантации Высоцкого, да, вообще, наследовал, Абрам Готц, который, и про это, он не знает, и умирает тоже, ну, и так далее, вот, ну, и вот, какая-то последняя, одно из последних писем Улицкой, своему очень близкому другому, Леониде Благининой, по поводу того, что, вот, честно, ну, вот, как бы ушли, вот, вот, вот эта могила, вот, Гавронского, и вот, змеи из ее души, нету никого, и она не прощает себя, она пишет, ни одного, ни одной, ревнивого взгляда, ни одной зависти, ни одного, там, брошенного, недоброго слова, ну, вот, вот, и тут еще, большая-большая переписка, половина книжки, его с Тамарой Питкевич, его письма были опубликованы, уже, в издательстве Балтийские сезоны, а письма Питкевича, вот, обнаружились после ее смерти, когда разбирался архив, и, ну, они производят странные, может быть, впечатления, какая-то такая, экзальтированная даже, вначале вот как-то даже трудно их читать, но эта песня представит себе, в какой ситуации люди живут и пишут эти письма, ну, вот так же, вот, в каком году он умер? в 58-м, вот, ну, еще есть перед, в этих письмах, он о Пастернаке-то все время, и, по-моему, да, он о Пастернаке пишет, как раз, что напечатан доктор Жуэлла, он интересный, он мне показал, что он был, он пишет, он, вообще, почему о Пастернаке, он пишет, 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 и пишет, мне даже не хочется цитировать, он не очень по-другому пишет, с одной стороны, он пишет, про свою счастливую юность, как они смыгали по Москве, с другой стороны, он пишет, про Инду Высоцкую, с третьей стороны, он пишет, как Пастернаку понравился, и тут же, про несправедливость Пастернака, и тут же пишет, про то, что одно дело, мол, гениальная поэзия, по-человечески, несправедлив, и несправедлив, и подтверждение, я сам пострадал, он пишет, я сам пострадал. Вот это, я сказала, что-то были, видят еще теплые, кстати. Дадима Сергеевна, ну и какой образ у Вас сложился, вот, в результате? Чего-чего? Какой образ? Вы снимите из себя эту штучку. Какой образ сложился у Вас? Ну, кстати, у меня ощущение, что он мой родственник. Александр, я вам расскажу. Вот как бы, совершенно вот так вот. Ну, во-первых, мне это очень важно оживлять человека. Вот, понимаете, вот просто, вот, вот был, сделать вот как-то живой. А ну, как он? Он живой человек, он не святой человек, человек, любящий игру, мистификацию, очень ироничный, насмешливый. И, он, знаете, еще в письмах, он пишет, когда в лагере, люди эти, он пишет в письме, он очень бурно переписывается тут из лагеря с Благининой, с Гернет, и пишет Благининой о том, что, нет, Гернет, он пишет о том, что, как бы, с одной стороны, я даю им, он понимает, ну, это счастье, вот они в театре, они чувствуют себя людьми, а с другой стороны, что будет потом, я же их обманываю, ну, не проще ли было им дать, а не стыкали, понимаете, вот это, как бы, вот, а что же ждет дальше их всех, ну, я думаю, что он очень яркий человек, очень глубокий человек, и очень, конечно, вот, разрубленная жизнь, мне подменили жизнь, и он был бы очень ярким, режиссером, а фильм «Любовь» это первый звуковой фильм на украине, в украинской студии, вот, ну, уничтоженная жизнь, как бы я с ним близко знаком, мне кажется, он был невероятно обаятельным человеком, обаятельным, конечно, потому что вот эти все женщины, и Хелла, и Хаму, и Тамара, они же все были в него влюблены, при том, что он там уже числится, а Хелла просто умирала, он на самом деле, потому что Хелла, Фишнен, Фишер, ну, там, ну, там, ну, ну, она там, в общем, она его, как-то, я уже сейчас забыла, как она его называет, она умерла, она умерла от чего? Нет, умерла она умерла от чего? Умерла от любви, но и умерла. И его смерть привела ее просто в сумасшествие, вот так вот, там уже было другие страсти, а вот, понимаете, вот я думаю, что эти страсти, он, конечно, влюблен в Тамару Петкевич, но это все равно, где-то, знаете, как у Ахматова, как на облаке, как у Облакона краевства, ну, ну, вот это такая, вот такие вот отношения. Если как бы стариком больным, тем не менее, они просто все были абсолютно, все все, которые там собрались вокруг него, это потрясающе. Вообще, это Княжь-Погост какое-то удивительное место, что там, как-то, такое количество, я понимаю, когда в Соловках там, специально ссылали там духовных лиц, они вроде собрались, а тут же это уже контингент не по качеству, а по количеству, все равно там вдруг в этом Княжь-Погосте там собралось какой-то большой театр просто. Ну, конечно, там, да, кто только там. Причем там даже оказался вот этот Миша Корец, который написал ту самую листовку, за которую Ландау посадили. То есть просто какие-то вот сходятся со всех сторон. Это поразительно совершенно. И потом, знаете, вот когда он в этом инвалидном лагере, он с Галкиным, с Пайтом Галкиным, и с Миляковым. С Миляковым. С Миляковым. Где С Миляковым? Где Гавронский? Да, и он обещает Смилякову разыскать его жену. То есть, как бы люди цепляются друг за друга. Он-то сам заперт в этом замке, он просит Тамару Петкевича, и Тамара Петкевич разыскивает жену Смилякова. И вот это, вот они все, вот как бы сцеплены. Там положено, там все должны были на воле уже. Да, все передавать. Да, еще один, да, фантастический сюжет. Нет, он, конечно, интересный очень жаловый. Да нет, кого не важно. Вы его не сразу полюбили. Я его не сразу полюбила. А там это за... Штандарт танцует, да? Кто? Статья Шкловского про Гавронского. Штандарт танцует. Про Гавронского? Да. Где статья Шкловского? Про его постановки. Да вы что? Про его театральную постановку. Да вы что? Есть очень резко. А почему же я такого не знаю? Угу. Читает и забрает сочинение Шкловского. В собрании сочинения. Да. Но уже оно было к вам подарено, когда это было написано. Да не может быть, вы путаете. Татьяна Сергеевна, перестань. Хорошо, и забрали. Как говорил Шкловский, это написал Аристотель, а впрочем, может быть, я сам придумал. Но мне кажется, что штандарт... Ну, что первое, что я сделаю, войдя в дом с Кореевского района. Отлично. Но, что, Танечка, чем занимается? Она, как и Шкловский, который по открытию Ильи, Калинина, всю жизнь занимался философией общего дела. Правильно. Танечка продолжает именно это. Воскрешать. Воскрешать, но как? Ведь это то, что Федоров совершенно не поставил даже вопроса о том, как воскрешать по смыслу. Не по плоти, а по смыслу. Потому что по смыслу, чтобы воскрешать, нужно собрание текстов сделать. И вот собрание текстов и чтение этих текстов и является уже этим самым воскрешением, которое Танечка в индивидуальном порядке нам демонстрирует. И это то, что мы по отношению к отцам и прочим родственникам должны осуществлять в меру наших слабых сил. А Танечка делает по отношению просто к тем, в кого она влюбилась. к своим привенчивым себе родственникам. Совсем другой человек Владимир Шкловский, но ничего общего. Да, но он стоит в очереди. Да, в очереди. Я тебя начинал с самого часа вылюбить. Да, да, да. Воскрешает, воскрешает. Воскрешает.